Духовное учительство И при умножении духовного опыта О важности этого служения говорит хотя бы то, что в Евангелии самого Господа именуют Учителем Ведь Он сам дал нам пример Спаситель ходил по Палестине с учениками из конца в конец Поступал так же, как и другие учители от того времени Не только в Израиле, но и в Афинах, и на Востоке Тем самым Христос показал нам, что для духовной учебы необязателен теплый кабинет Учить можно и на голых скалах Главное, чему учить и как Христианство дает на это четкий ответ Наша вера Богатство нашей духовной жизни зарабатывается в первую очередь прямым общением с Богом То есть молитвой, через которую человек закрепляет свою веру И без которой, по словам Феофана Затворника Бывшего, кстати, ректором Петербургской Духовной Академии Теоретические знания и образования стоят немного Но в то же время это не отрицает значение знания, которое также является неотъемлемой частью жизни Учиться духовной жизни означает совмещать молитвы и образования И, конечно же, прежде всего важно помнить, что духовник не может за 5-10 минут дать человеку то, что тот при нормальной духовной жизни должен был получать годами Ведь нередко, приходя в церковь, человек думает сразу же стать святым Получить от Бога особые духовные дары Но так не бывает Молитва, обращение к Богу должны сочетаться с образованием Получением знаний и изменениям в повседневной жизни человека И вот как раз эти изменения должен направлять духовник Но сам по себе он немного даст человеку, если тот не готов принимать Духовник может что-то объяснить, но, как сказано в евангельской притче, сеет-тель сеет А затем прилетают воробьи и галки, клюют зерна, и человек опять остается пустой Человек и его духовник должны сотрудничать, выступать сотрудниками друг друга Только тогда можно говорить о подлинном духовном росте человека Человек должен сохранять свою волю и сам принимать решение Потому что только сам человек может сделать в своей душе окончательный выбор Разве Господь не мог избавить Иуду от предательства? Мог бы, конечно Но почему тогда он этого не сделал? Потому что сделать это можно было только насилием А принуждение человека для Бога, для святости Божией недопустимо Принудительное добро не может быть добром Ведь почему распялся Спаситель? Он мог весь мир сделать идеальным и без этого Чтобы никаких порогов на земле не осталось И человек ни в чем бы не нуждался, ни в каких армиях, канцеляриях Но Господь мог сделать это лишь принудительно, сломав свободную волю людей И он не пошел на это, оставив людям возможность самостоятельно выбирать между добром и злом А если духовник откровенно ломает человеческую волю Пытается не учить, а приказывать Когда это не духовник Что тут говорить? Ведь все сказано в Евангелии Посмотрите, как действовал Спаситель Как действовали апостолы Так должен действовать духовник А если он не поступает по Писанию Не следует евангельским заповедям И пытается принуждать Как он может быть тогда духовным учителем христианина? Конечно, побуждать человека к тому, чтобы он изменился, надо Надо исправлять и направлять Но в то же время Ни в коем случае нельзя подавлять личность человека Некоторые люди, принципиально еще духовника в монастыре И даже не заглядывают в храм рядом со своим домом Это опять же неверно Когда человек ищет где-то за морем Думая, что там будет лучше Старец Силуан Афонский говорит Что если человек верит духовнику То Господь открывает ему через духовника мудрость Независимо от того, насколько духовник мудрый Ученый или опытный Тут нужно больше доверия Вопрошающего Господу Если есть доверие Богу То благодать Божия открывает то, что необходимо Вопрошающему Важно помнить, что Господь знает Кому какие испытания послать Нет человека, который не может спастись Поэтому, выбирая свой путь Нужно помнить, что как путь монаха Так и путь мирянина одинаково спасительны И выбор важно сделать осмысленно Без спешки Исходя из своих внутренних приоритетов И поступить в соответствии Со своей совестью По Божьей правде А еще хочу сказать, что Важно помнить, что наш мир лежит во зле Все мы грешны После грехопадения Адама И здесь у каждого человека У каждого духовника есть тоже свои грехи Полного идеала никогда не бывает Вы таких не найдете Действительно есть люди Большого знания, духовного опыта Которым можно пойти под духовное руководство Но выбирать нужно внимательно Понимая, что даже очень хороший духовник Может по каким-то причинам Не подходить лично вам Даже очень эрудированный И опытный духовник Может не подойти по каким-то Чисто человеческим критериям И вам будет трудно выстроить свои отношения Поэтому важно оценить все В том числе И человеческую совместимость И кроме того Я хочу напомнить, что Говорил Феофан Затворник О начале духовной жизни человека Что есть Царство Небесное Это Богообщение Чистота души Благодать Божия Очистить себя от грехов И лично Обратиться к Богу Главное Для чего человек приходит в церковь Если человек научился покаянию Перемене души и молитвы То он сможет жить при любом духовнике Сам действовать Самостоятельно делать выбор в пользу добра Стремиться к нему Если же не научился Никакой духовник ему не поможет Важно также Не забывать В своем доверии к человеку Самостоятельно оценивать происходящее Необходимо относить слова духовника Со словами Евангелия С учением отцов церкви И с ее соборными решениями Которые важно изучать И понимать Никакой авторитет духовника Не может перекрывать их Человеку, пришедшему в церковь Нужно непрестанно молиться Ведь общение с Богом Это есть главное К чему стремится христианин Сегодня мы прочли наставление Старца с Херхимандрита Илья Ноздринан Действительно, Господь не ломал волю учеников И никакой духовник Не может и не должен ее ломать Поэтому при выборе Своего духовника Нужно, возможно, еще раз Внимательно прослушать наставления Отца Илья Ну а мы на сегодня с вами прощаемся И до встречи на нашем канале Уже в самое ближайшее время Не забудьте подписаться И посмотреть остальные видео Будем вам благодарны До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok